Всем снова привет на моем канале. В этом видео разберемся, что же делать с Android TV Box, с Android приставкой, если она начала жутко тупить, лагать, не запускаться, не устанавливается приложение, либо еще какие-то проблемы, связанные с работоспособностью нормальной приставки, она зависает, ну в общем, разные случаи бывают, бывает клавиатуру случайно удаляют, бывает Play Market удаляют и не могут установить обратно, а бывает, что и приложение не устанавливается. Я первым делом, что предлагаю сделать, это подписаться на мой канал, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, также подпишитесь на телеграм-канал, где мы друг другу помогаем, устанавливаем приложение, делимся различными файлами, ссылка также в описании. И приступим к просмотру данного ролика. Первое, что я предлагаю сделать, если у вас какие-либо проблемы, это зайти в настройки, приложение и просмотреть все приложения, которые установлены на данной приставке. Если у вас есть какие-то приложения, которые вы давно не использовали, я рекомендую их удалить, нажав на нем ОК, удалить, перейти на ОК и удалять полностью все приложения, которые вы не используете, либо вам не нужные приложения, чтобы они не мешали приставке работать, не работали в фоне, не загружали оперативную память и процессор фоновой своей какой-то работы. Таким вот образом можно поудалять, в принципе, массу приложений, которые вы не используете. Но будьте внимательны, вот таким же образом можно удалить и клавиатуру, либо отключить ее, и различные приложения, которые нужны для работы данной приставки. То есть здесь нужно быть внимательным, удалять только то, что вы знаете и уверены, что оно вам не пригодится и не нужно, то есть те приложения, которые вы ставили. Из системных приложений желательно ничего не удалять. Далее, если это все не помогает, и у вас все равно что-то не устанавливается, не работает, вы уже очистили память, можно сделать следующий вариант, зайти также в настройку, настройка устройства, об устройстве, и посмотреть обновление системы. Проверить обновление. Если такое обновление есть, то попытаться обновиться на более новую версию онлайн. Это будет самый безопасный способ. В следующих видео я покажу, как обновить программное обеспечение с USB накопителя, либо же с USB кабеля, USB папа-папа. Уже есть видео, как прошить такую приставку X96 Max Plus с ноутбука, используя USB кабель, который можно самостоятельно сделать. Также мы его делали в видео по прошивке мини, приставки X96 Mini. Обзоры всего этого есть на канале. Итак, если все это не помогает, и все-таки приставка дальше лагает, мы заходим в настройку устройства и спускаемся в вот такой пункт, который называется сброс. Нажимаем сброс и переходим в удалить все. И получаем вот такую вот историю, когда все содержимое данной приставки будет удалено, сейчас приставка перезагрузится и восстановит заводскую прошивку, заводские значения в настройках. Но нужно быть внимательным, если у вас есть аккаунты, от которых вы не знаете пароли, либо у вас есть приложение, на которое потом не получится зайти, либо же вы не сможете их потом установить, лучше этого не делать. Потому что все, что было установлено, помимо заводских приложений, будет удалено. Вот так вот происходит удаление, как видим. Полностью все удалилось и приставка очистилась от всего, восстановила все приложения, которые должны быть на ней и запускается. Данная приставка X96 Max Plus 432. Приставку эту мы будем прошивать еще под прошивкой UGOS. Прошивка UGOS под ATV достаточно удобно, особенно если использовать голосовой пульт, пульт с микрофоном. Это все мы покажем в следующих видео. И если вам интересно, уже есть такой же ролик по прошивке Max Plus обычной 2х16. Они кардинально отличаются, нужно быть внимательным. И X96 Max Plus 2 также отличаются версиями LAN порта. Есть гигабитный, есть 100 мегабитный порт. Вот так вот долго это все происходит. И в итоге мы получаем вот такую вот приставку, абсолютно чистую, с заводскими приложениями. Все приложения, которые здесь стоят, все установлены из коробки. Далее мы переходим в Settings. Device Preferences. И как обычно, ролик, кстати, по этому поводу уже есть. Ставим первым делом язык. Переходим в дату и время, ставим часовой пояс. У меня это плюс 2. Настраиваем экран. Для этого нужно будет зайти в Droid Settings. Конкретно на данной приставке. Уменьшить экран. Обычно это 97%. И поставить разрешение, соответствующее вашему телевизору. У меня это будет 4К. И после этого вам придется заново восстанавливать все приложения. Заходите в аккаунт Google. В настройках. Аккаунты и вход. Спускаемся на Google. И вносим заново данные в свой аккаунт. Естественно, для того, чтобы сюда зайти, нужно предварительно подключиться к какой-либо сети Wi-Fi. Либо подключить LAN кабель для соединения с интернетом. И уже после того, как вы соединились с интернетом, заходим в Play Market. Далее все действия, которые я показываю, уже есть в отдельном ролике. Как зарегистрироваться, если у вас нет аккаунта. Как войти в Play Market. Либо же как установить приложение с USB накопителя. Все это есть уже на моем канале. Поэтому смотрите видео. Далее заходим в Play Market. И уже под своим логином и паролем скачиваем все приложения, которые будут вам необходимы. Не рекомендую снова же качать то, что вы не используете обычно. Потому что они, как правило, в фоне работают. И еще что я рекомендую сделать. Зайти в настройки. И, как правило, в вот таких вот китайских приставках, типа X96, уже из коробки установлены приложения, типа Netflix. К примеру, которые зачастую не используются. КД плеер. Если он вам не нужен, можно его так же удалить. Зайти вот здесь. В те же все приложения в том же разделе. И вот поудалять то, что вы не используете. Это позволит еще разгрузить память данной приставки. Prime Video так же можно здесь удалить. Как правило, это все не используется. Play Market оставим. И остальные приложения все мы оставим здесь. Вот такое вот видео. Подписываемся на канал, на Telegram каналы. Смотрим другие видео по прошивке, по настройке приставок. Всем спасибо, пока.